И к нам присоединился тренер мирового класса Тедди Атлас. Мы смотрели бой вместе Тедди. Я же говорил. Говорил, что будет спорное решение. Всю неделю это говорил. Какая твоя реакция на этот результат? Коррупция в боксе. Следуй за деньгами. И в боксе этого больше никто не скажет. Некоторые будут сильно огорчены. И мне без разницы. Без разницы, что они расстроятся. Что ты имеешь в виду под коррупцией? Да потому что никак не могло. Я посчитал 118-110. Хорошо, давайте отнимем один раунд. 117-110. Все равно это победа одного парня. Один парень был океаном, другой древесиной. Большую часть боя. Океан обычно выигрывает в этом противостоянии. Когда я смотрю на Атлантический океан, океан перемещает древесину туда-сюда. Океан это чемпион. Океаном был Головкин. Но не в боксе. Бокс не чтит вещи, которые необходимо чтить. Он чтит деньги. Контроль. Власть. В боксе есть определенные посредники власти. Определенные промоутеры. У них есть власть. Они контролируют, кто будет и кто не будет судей. Какой судья, которого они знают, будет судить реванш? По-другому быть не может. Как я могу всю неделю говорить о том, что будет спорный результат? Откуда мне это известно? Ранее я говорил, что Головкин два года назад нокаутировал бы Канело. Да, бой был близким. Но два года назад он бы его нокаутировал. Но он дрался лишь эпизодами. Но дрался недостаточно, чтобы выиграть. Он дрался эпизодами, чтобы выжить. Он это Канело. Эпизод, чтобы выжить. Эпизод, чтобы выиграть тут и там. Чтобы не дать океану выбросить тебя на берег. Если мы скажем, что он древесина. Но в конце концов, он сделал недостаточно для победы. Он выживал. Он знал, что если выживет и заберет эпизоды тут и там, случится может все что угодно. Вот это может случиться. Судьи могут притворить это в жизни. И еще раз повторяю, мне плевать на этих промоутеров. Я выбрал промоутера, которые лучше. Я сказал, что их парень должен выиграть. И мне без разницы, злятся они или нет. Правда есть правда. В этом таится проблема этого вида спорта. Да, в некоторой степени люди будут удовлетворены. Но все-таки это будет вызывать у них отвращение. Я не могу продолжать любить то, что не любит меня в ответ. Я думаю, многие фанаты думают так же. Из Лас-Вегаса с нами на связи Стивен Эй Смит. Стивен Эй, ты слышал Тедди Атласа. Какая у тебя реакция? Тедди Атлас говорит, что Трипл Джи выиграл с преимуществом. Какая твоя реакция? Послушайте, я не думаю, что Трипл Джи выиграл с большим преимуществом. Я думаю, бой был более близким. Мне вышло 115-113 Трипл Джи, но дело в том, что вечер был под подпочень судьей, которой не было дела до боя. Аделейт Бёрд или как там ее? 118-110. Ее нужно немедленно проверить. Ее счет не имеет никакого смысла. Да черт побери, никак не может быть 118-110. Этот счет показывает одностороннее преимущество. Она отдала бой Канело, но никак Канело не выиграл этот бой 118-110. Можете сказать, что это ничья? Хорошо. Можете сказать, что он выиграл больше на один раунд? Я полностью не соглашусь. Но хорошо. С его стороны была совершена отважная попытка. Он провел великолепный бой, но Тедди полностью прав. Он дрался эпизодами. Он нанесет хороший удар тут и там. Дрался 20-30 секунд, но после этого остальное время он брал перерыв, пока его постоянно останавливал Triple G. Triple G никак не мог подобрать удар справа, это правда. Но он достаточно доносил, чтобы в совокупности, по моей записке, он выиграл бой. И еще раз, дело не в самой ничьи. Как бы мне это не нравилось, я думаю, это слабое решение. Я хотел бы, чтобы был определен победитель. Я понимаю тех, кто утверждает, что бой был близким. Но чтобы отдать победу Канелу со счетом 118-110, этого судью необходимо проверить прямо сейчас. Не через час, не через два. Не завтра. И ее необходимо проверить прямо сейчас. Кем бы он или она не было. Аделейд Бёрдж, что бы это не было, 118-110, они нихрена не понимали, что смотрели. Они не смотрели бой, который смотрели абсолютно все. Миллионы телезрителей, десятки тысяч болельщиков. Этот судья не знает, что делать. Я не хочу говорить о договорном судействе и прочее. Я не буду дискредитировать этот вид спорта таким образом. Но я скажу вам следующее. Конкретно этот судья сегодня на работе не показался. Что-то не так. Они не знали, что творили. 118-110. Я вас умоляю. Стивен Эй не хочет заходить так далеко. Но мне кажется, Тедди, тебе хочется высказаться. Я не дискредитирую спорт. Я дискредитирую так называемых руководителей этого спорта. Людей, которые предположительно должны осуществлять контроль. Присматривать за ним. Я выдвигаю обвинения. Обвинения. Они коррумпированы. Я без проблем говорю это вслух. Они коррумпированы. Увидев счет 118-110 в пользу Канелу, ты никаким образом не скажешь, ну знаете, это просто ошибка. Нет, это не ошибка. Это не может быть просто ошибкой. Этот спорт продемонстрировал нам то, что мы все игнорируем. Президент IBF Боба Ли засняли на видео, когда он брал деньги. Он был президентом IBF. Все забывают, пару лет назад у одного судей на счету обнаружили 30 тысяч долларов после неправильного решения. Это что такое? Что это? Этот вид спорта, это великий вид спорта. Величайший среди всех. Наш мир и жизнь могут быть несправедливыми. Иногда мы находим себе оправдания, выставляем себя жертвами. Но в этой стране мы не жертвы, мы можем стать кем захотим. Но иногда, учитывая все это, жизнь несправедлива. Это тот единственный спорт, в котором в любой день мальчишка, откуда угодно, с трущоб, со стороны, в которой у него не было прав, не было денег, который не видел ничего, кроме бедности, у которого не было родителей, не было ничего. Но внутри него, его сердце был стержень. Упорно трудиться, подняться в ринг, быть готовым, тренироваться. И в один прекрасный вечер, ему поднимут руку и назовут чемпионом мира. И он сделает жизнь справедливой, мир справедливым. Это единственный спорт, который может это сделать. Этот спорт прекрасен, но руководители этого спорта... Отстой! Тедди, друг мой. Знаешь, у меня есть близкий друг, которого зовут Джефф Браун, из Калифорнии. Так вот он говорит, справедлив он там, где судят свиней. Этого места не существует, ты знаешь это гораздо дольше, чем я. Только потому, что есть кто-то некомпетентный, который делает так, что это кажется несправедливым. Не стоит обвинять весь спорт. Сколько еще, Стивен? Сколько еще? Мы будем говорить об этом через месяц. Будем говорить через три месяца. Я слишком люблю сильно бокс, чтобы так о нем говорить. Стивен, окружение, обстановка, располагает коррупции. Нет разделения между церковью и государством. Это то место, в котором люди, которые делают деньги, и люди, которые управляют, между ними нет разделения. Промоутеры могут подбирать судей. Им разрешено выбирать. Кто будет, а кто не будет судить. Когда существует такая близость между людьми, которые зарабатывают деньги, и людьми, которые контролируют этот спорт, появляется поле для коррупции. Нельзя сводить их вместе. Всем спасибо. Подписывайтесь на Нейтральный Угол в YouTube и Вконтакте. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok